Добрый день друзья! В эфире программа Совета Эксперта. Я ведущий Зотов Сергей. Сегодня у нас в гостях Потапова Елена, руководитель консалтинговой фирмы в области финансов, бухгалтерского обслуживания и налогового права, партнер группы компании Бизнес Гарант в Санкт-Петербурге. Добрый день Елена. Добрый день, Сергей. Сегодня мы с вами поговорим о налоговой проверке, что это такое, какие бывают проверки, как к ним относиться. Елена, вы готовы? Да, я благодарна вам за приглашение меня в студию. Надеюсь, что всю информацию, которую я смогу дать, она будет полезна. Да, я тоже очень надеюсь. Елена, у нас такой обычай. В самом начале передачи я прошу гостей рассказать о себе, буквально пару слов о своей работе, о профессии. Насколько мне известно, вы аттестованный налоговый консультант и бывший сотрудник налоговых органов, как раз по направлению контрольной работы. А это камеральные, выездные налоговые проверки. И общий стаж у вас, вот у меня здесь справочка, более 20 лет. Это много. Пожалуйста, расскажите поподробнее. Я все правильно сказал? Да, в налоговых органах я проработала с 1998 года с перерывом. Уволилась оттуда в 2014 году. За время работы ничего плохого о налоговом органе я сказать не могу. Мне очень приятно, что я там работала. В результате я получила профессию налоговый консультант. Соответственно, создала свое небольшое консалтинговое агентство. Я являюсь партнером группы компании «Бизнес Гарант». Елена, будьте добры, расскажите, вот как происходит сама проверка? Какие ее стадии бывают? Ну, как мы уже говорили, изначально у нас выносится решение руководителя налогового органа о проведении проверки. Вам вручают это решение. Следом вам вручают письмо о том, чтобы вы дали возможность налоговому органу ознакомиться с документами, с первичными учетными. Если вы этого не делаете, выносится требование о представлении документов. Срок представления документов 10 дней. Либо вы пишете, что вы представляете место для проверки, и налоговый орган все-таки знакомится на месте с первичными учетными, с оригиналами. Либо, соответственно, в течение 10 дней вы копируете массу документов и представляете налоговый орган. Но в стадии проверки, после того, как вы документы представите, как правило, это встречные проверки в рамках статьи 93.1. Налоговый орган. Это включено в мероприятие налогового контроля. Допросы, осмотры, инвентаризация. А вот такие страшные слова, как допросы, осмотры. Компания, которая подвержена налоговой проверке, в состоянии самостоятельно их пройти? Потому что, как правило, это будут какие-то специализированные юристы в компании, которые в одном каком-то экземпляре человек может не потянуть. Как правило, есть компании, где есть главный бухгалтер, директор и сотрудники. И, как правило, юристов нет. Соответственно, если руководитель понимает, что главный бухгалтер у него очень грамотный, и у него есть масса тех же справочных систем, которыми он может руководствоваться при проведении проверки, возможно, такая проверка и пройдет, без стучка и задоринки. Но, с другой стороны, все-таки, если есть возможность привлечь, допустим, специалиста, это юриста, который занимается именно налогами, не просто любого юриста, потому что налогообложение, на мой взгляд, это довольно-таки узкая тема. Соответственно, желательно пригласить такого человека, который хотя бы объяснит, чего ожидать. Очень внимательно нужно относиться к допросам, в частности. Потому что, если раньше налоговый орган не делал упора на допросы, то сейчас это, в принципе, очень прекрасная доказательная база. И как раз-таки, на мой взгляд, помимо документов, которые есть, все строится на допросах. Но ведь допросы, это происходит с рядовыми сотрудниками, которые могут растеряться, которые могут наговорить лишнего, условно говоря. Вот, кажется, готовить надо к этому, наверное. Желательно, конечно, переговорить с сотрудниками, обозначить понимание ситуации, что происходит. Но нужно учитывать то, что у вас есть и бывшие сотрудники, на которых влияние никакого вы оказывать не можете. Соответственно, вот о чем говорилось ранее, внутри предприятия должен быть какой-то регламент работы предприятия. Обязательно должны быть должностные инструкции, о чем я всем говорю. И если работник рассказывает то, чего он и не делал, но он это подразумевает, у вас хотя бы будет возможность оспорить показания этого свидетеля. Но, опять-таки, смотря как это будет составлено. Да, кто-то боится, очень многие боятся, не обязательно это рядовые работники, это и бухгалтера боятся идти в налоговый допрос, и руководство боится идти, да, но я не говорю обо всех, да, такая категория людей существует. Нужно взять себя в руки, подготовиться. Есть основные вопросы, они сейчас есть и в интернете, и везде. Если, допустим, сами вы не встанет делать, нужно, конечно, обращаться к специалистам, которые хотя бы долю уверенности привьют вам, мало того, могут оказать сопровождение на допросы. То есть там есть тоже определенная методика, каким образом идти с физическим лицом на допрос. Но, тем не менее, это возможно. Но это может быть выход для многих. Возможно, да, то есть здесь нужно рассмотреть любые способы и методы, и, соответственно, руководство компании само принимает решение, привлекать специалистов или нет. Но если риск до начисления серьезен, да, то, соответственно, лучше, конечно, без специалистов не обходиться. Потому что законодательство меняется, судебная практика меняется, и необходимо участие грамотных людей. Вот видите, как раз мы к тому и пришли, что судебная практика меняется, нужны специалисты. Все вопросы по взаимоотношениям с налоговым мы инерционно решали в области бухгалтерии, а теперь пришли к тому, что нужен налоговый юрист, налоговый адвокат, сопровождение в налоговую для дачи показаний для допросов и так далее. Да, именно сейчас, когда вот эти изменения, но они где-то у нас, наверное, в большей степени с 2016 судебная практика складываются, можно сказать, что не совсем положительно для налогоплательщиков, конечно, это нужно все учитывать. И она до сих пор меняется, изменения в законодательстве постоянные. Поэтому, соответственно, нужны грамотные специалисты. Бухгалтер не всегда успевает понимать, что происходит, да, он все-таки занимается бухгалтерией по большей части. Текущей деятельностью, в том числе, обеспечивает ее. Елена, скажите, пожалуйста, с какого момента обычный человек, который решил попробовать себя в сфере предпринимательства, попадает в фокус внимания налоговой? Ведь еще не заработано ничего, будет там прибыль или не будет, неизвестно. Но как только предприниматель зарегистрировался, у него сразу возникает обязанность по социальным выплатам, правда? А что делать вот такому человеку, который не то что бесконтрольно делает что-то нелицензированное, запретное, просто пытается чем-то торговать, производить что-то, вести посредническую деятельность? Я полагаю, что все-таки большая доля риска это у предпринимателей, которые находятся на общем режиме налогообложения, у которых немаленькая сумма дохода по итогам года, кто является плательщиками НДС. В НДС особенности у нас какие? То есть если у вас существуют разрывы, все понимают, вероятнее всего, о чем я говорю, предприниматели во всяком случае. Соответственно, если ежеквартально у вас присутствуют разрывы, вас как минимум вызовут на комиссию. Вернее, как минимум вам пришлют сообщение с требованием представления пояснений, либо вызовут на комиссию. Соответственно, отсутствуют все вытекающие последствия. От любой суммы, в принципе, налоговый разрывы, налоговый орган будет с вами работать, и, соответственно, либо подадите уточненную декларацию, либо вам составят акт камеральной проверки, вынесут решение. Если вы не сможете оправдаться, то есть предоставить подтверждающие документы, и, соответственно, у вас ложится до начисления, которое вы заплатите. Но я полагаю, что сейчас все-таки у нас все движется к тому, что все разумно относятся к вычетам по НДС, и, соответственно, конечно, такая проблема существует, но, тем не менее, еще раз повторюсь, люди более разумно относятся к как раз-таки налогообложению, налогово на добавленную стоимость. Понятно. Теперь поговорим о самых главных моментах налоговой проверки. Вот мы себе хорошо представляем, когда на предприятие приезжают с проверкой представители налоговых органов, начинаются проблемы, все заняты этим событием на предприятии, руководство, юристы, бухгалтерия, да, ну вот так вот, скажем, красочно представить. Это отражается на всем производстве или на технологическом процессе, на качестве услуг, услуг, оказываемых на этом предприятии. А какие обстоятельства довели до налоговой проверки? Какими должны быть основания, чтобы налоговая отправила на выездную проверку специалистов? Вот что вообще объединяет в себе этот термин – налоговая проверка? Ну, налоговая проверка просто так на ровном месте случиться не может. Так и она бывает, налоговая проверка. Ну, о камеральных проверках мы поговорили, то есть подали в декларацию 3 месяца срок камеральной проверки, в случае подачи НДС 2 месяца срок камеральной проверки. В случае проведения выездных проверок, то есть должно быть решение руководителя, вынесено для того, чтобы вообще к вам кто-то пришел и разговаривал… Руководитель налогового органа. Да, руководитель налогового органа. О том, чтобы к вам кто-то пришел и начал проверку. Но вот как раз-таки вынесению этого решения способствует ряд мероприятий, которые проводит налоговый орган. Это в каждом налоговом органе существует отдел предпроверочного анализа. Сейчас немножко будет меняться структура, насколько знаю я, в налоговых инспекциях. Именно по проведению предпроверочного анализа планируют, опять-таки, насколько мне известно, перенести это на уровень управлений. В любом случае, все проверки, которые планируются в инспекции, согласовываются на уровне управления ФНС. И, соответственно, опять-таки, налоговая… Что делает? Изначально запрашивают движение по расчетному счету, смотрят декларационную отчетность, смотрят показатели бухгалтерской отчетности, соответственно, выявляют зону риска. Это о чем я говорила ранее в случае разрыва НДС, потому что большая часть проверок все-таки, они самые простые, насколько я понимаю, по ним масса судебной практики – это НДС. Раньше это была необоснованная налоговая выгода. Сейчас это звучит несколько иначе, но смысл все тот же. Просто поменялась судебная практика, ужесточилась налоговое законодательство, в частности, статья 54.1 у нас введена в налоговый кодекс. И, как бы, на мой взгляд, в какой-то мере у налогового органа расширили полномочия, в какой-то мере, может быть, они уменьшились. Но все-таки, на мой взгляд, они расширились, так как, если раньше вы могли не реагировать на некоторые документы, которые исходят от налогового органа, и налоговый орган, в принципе, ничего сделать не мог этой организации. То есть сейчас, в частности, я рекомендую обращать внимание на все, что исходит от налогового органа, и, соответственно, вступать с ними в диалог. Но в письменном виде, конечно, в устном виде, только в том случае, если вас пригласили на допрос, либо на комиссию. Если вернуться к выездным, все-таки проверкам, то сейчас я ведь начну все рассказывать. То есть если налоговый орган запланировал проверку, выездную, в частности, ее согласовал управление, то есть обязательно проверка должна быть согласована с управлением, по-другому не бывает, выносится решение, то есть вас приглашают уведомлением на вручение решения. В принципе, по определенным действиям, манипуляциям, которые совершает налоговый орган, можно понимать, что у вас могут назначить проверку. То есть это запросы в банк, как правило, банки сообщают своим клиентам, что были запросы, либо уходят встречные проверки по вашим контрагентам. Если, конечно, у вас нормально адекватные отношения с контрагентами, они тоже звонят и, соответственно, говорят о том, что по вам запросили встречку. Может быть, это какие-то звонки. А в процессе камеральной проверки, или по ее ближайшим результатам прогнозируемого, можно предположить, что будет выездная проверка? Ну вот вы знаете, в Питере столкнулась с такой ситуацией, кстати говоря, мне очень понравилось, в принципе, налоговый орган очень даже правильно себя повел, и красиво, то есть у налогоплательщика были разрывы. Его пригласили на комиссию, предложили ему подать уточненную декларацию. Показали контрагента, который являлся, грубо говоря, недобросовестным. Налогоплательщик поступил следующим образом. Он подал уточненную декларацию и привлек, соответственно, другого контрагента. На что налоговый орган снова его вызвал и предложил ему, опять-таки, уточнить свои налоговые обязательства и заплатить налоги. Налогоплательщик не захотел этого делать. И в протоколе пишут, что, уважаемые, мы назначим вам выездную проверку. Но налогоплательщик решил, что, наверное, это с ним не произойдет. Но это произошло. И вдруг налогоплательщик думает сразу, а как же так? Почему же пришли именно ко мне? Наверное, кто-то что-то на меня написал. Никто ни на кого ничего не пишет. Это позиция, кстати, многих очень людей. Вот если пришла выездная проверка, значит, вот это мои конкуренты. Это совершенно не так. Я, налоговый орган не работает по заказам. Я как бывший работник знаю это точно, да. Но у всех почему-то складывается такое мнение. Поэтому нужно контролировать своих контрагентов. Ну как не контролировать, это я неправильно говорю, да. Нужно правильно работать с контрагентами. Сейчас очень много у нас судебной практики, очень много разъяснений, из которых можно сложить определенные выводы и настроить работу как раз-таки своего предприятия с учетом требований налоговых инспекций. Вот сейчас получается, что я как бы агитирую всех, да, за налоговую инспекцию. Понятно. Нужно просто отвечать на запросы налоговые, взаимодействовать с ними, вменяемые, наверное, да. Не обязательно это. Я как раз-таки говорю о работе с контрагентами. То есть это и внутреннее положение должно быть разработано в организации, с какими контрагентами вы работаете, от какой суммы вы собираете пакеты документов, подтверждающие должную осмотрительность. Ну я вот говорю, может, по-старому, но все, кто знает, о чем я говорю, не поймут. Да, на предприятиях и до этого они были. Они были, но сейчас они выглядят несколько иначе. А о чем это вы говорили? Какие-то структурные изменения в налоговой можно подробнее, какие вы ожидаете? Как они будут выглядеть, как они отразятся? Ну, насколько знаю я, вот если раньше существовал отдел предпроверочного анализа внутри инспекции, то вот с мая месяца планируют... Ну, может быть, я, конечно, неправильно вот сейчас выражусь во всех областях. Во всяком случае, в той области, где у меня практика складывается, да, там в мае месяце хотят перенести как раз-таки работу отдела предпроверочного анализа на уровень управления. То есть я полагаю, что будет создан отдел, он там и есть, этот отдел, но все-таки вот этот отдел будет как раз-таки рекомендовать, кого включать, кого не включать в проверке, да. То есть анализировать будут управления ФНС. Понятно, более централизованное принятие решения такое. Ну, с одной стороны, это и правильно. Хорошо, понятно. Так, ну вот смотрите, специально для нашей передачи я подготовил новость, которую мне хотелось бы, чтобы вы прокомментировали. Бывшего инспектора ФНС осудят в Ростове за фальсификацию документов. Дело рассмотрит Кировский районный суд города Ростова. Об этом говорится на сайте Генпрокуратуры РФ. Обвинительное заключение утвердил заместитель Генпрокурора по Южному федеральному округу. По версии следствия, по сфальсифицированным сотрудникам налогового органа материалом камеральной налоговой проверки фирме Однодневки в 2014 году был незаконно возмещен налог на добавленную стоимость в размере более 85 миллионов рублей. При этом начальник налогового органа, уголовное дело в отношении которого по данному факту ранее направлено для рассмотрения в суд, был осведомлен о противоправленных действиях своего сотрудника, своего подчиненного. Кроме того, налоговый инспектор обвиняет в действиях, связанных с сфальсификацией материалов проверки и еще одной фирме Однодневки. Вот по этой новости. Скажите, как себя вести, если вы понимаете, что от сотрудника налоговой есть давление на вас, есть фальсификация данных? Как предпринимателю себя в таком случае вести? Я не могу сказать вообще, что я бы могла это прокомментировать с позиции сотрудника налогового органа и с позиции простого человека, так как я, ну как бы мы все простые люди, да, опять, может, я это неправильно говорю, а опять, так как я работала и там, и сейчас я там не работаю, на мой взгляд, давить в налоговой инспекции никто на нас не может, да, может быть, нам кажется, что это давление, но вместе с тем... Вот уголовное дело. Уголовное дело, что такое фальсификация? Он что, подделал документы в 2014 году и приложил их? То есть такие документы, вероятнее всего, были поданы. То есть предприятию выставляется требование о представлении документов в рамках статьи 93. Соответственно, представляется пакет документов, как инспектор может что-то сфальсифицировать. И вообще инспектор, в принципе, ничего не решает. То есть он проводит камеральную проверку, но, извините, обязательно есть зам, заместитель начальника отдела, который, как правило, контролирует, да, и начальника отдела. Мало того, вот, по-моему, как раз-таки в 2014 году, даже раньше, есть совместный приказ, уже не буду говорить, вот что это именно. Если возмещение идет более 200 тысяч рублей из бюджета, то там собирается комиссия, да, с привлечением там Следственного комитета, сотрудников УБЭП и там ряд других структур, да, и все возмещение рассматривается в том числе и на комиссии. Решение о возмещении подписывается либо заместителем руководителя, который курирует блок НДС, да, на камеральной проверке, не знаю, как у них там отразделение, внутри инспекции, и, соответственно, руководитель инспекции, если он сам это не подписывал, подписывал зам, инспектор не просто истребовал документы, все сложил и вынес решение. Нет, конечно. Это все рассматривалось. Эту новость, которая выглядела из просторов интернета, которая происходит в Ростове, это, скорее всего, какая-то политическая возня внутри, может быть, Ростовская работа. Я не могу это никак комментировать, просто это конкретно какая-то. Нужно смотреть, поднимать, что за однодневки, наверняка там делались встречные проверки, были ответы на них, что было установлено, что инспектор, что ли, направлял пакет документов по почте от этой организации. Я не знаю, как это выглядело. Так, ну а если ту часть вопроса, которую я задавал, относительно каких-то предложений, относительно каких-то давлений со стороны проверяющего инспектора, как себя вести предприниматель в таком случае, как правильно себя вести он должен? Ну, при плохом стечении обстоятельств вы можете написать заявление, но я полагаю, что ни один разумный, да хоть куда, хоть найм руководителя инспекции напишите, сходите на прием и объясните, что сотрудник давит на вас, да, и объясните, каким это образом происходит. В любом случае, руководитель пригласит его или примет какие-то меры, да, потому что если совсем все по-плохому, что такое давление, я тоже не совсем вот сейчас понимаю. Что такое давление? Вот пригласил нас налоговый орган, допустим, на комиссию, это что, давление? И говорят, ребята, у вас разрывы, пожалуйста, заплатите налоги, да, они все это кладут в протокол и протокол отдают нам. Это же не давление, да, это работа налогового органа. Разные люди воспринимают разные по-разному, наверное. Но это работа налоговых инспекторов, в принципе, что они предлагают нам, как бы не предлагают, они руководствуются определенными документами, выставили вам требования, будьте добры ответить на него. Если вы не отвечаете, вы понимаете, что мера ответственности. Если, конечно, вам кто-то звонит по телефону и говорит, ребята, принесите мне документы, и вы расцениваете это как давление, я рекомендую клиентам не носить документы, все документы должны быть представлены по письменным требованиям налогового органа. И, соответственно, все, что исходит от налогового органа, по факту, должно быть в письменном виде. Если у вас какие-то дружеские отношения с Марьей Ивановной в налоговой инспекции, она говорит, слушайте, ребята, вот у нас там комиссия приехала из управления, а у нас вот к декларации чего-то не приложили, не могли бы вы принести, да? Вы откопировали, а не осталось там никаких Марьей Ивановной в налоговой инспекции? Я тоже полагаю, но я не сталкивалась никогда с такими вещами, честно могу сказать. Ну, как бы, когда вы понимаете, все-таки, что вы предполагаете, что это давление, опять, вы же живете по закону, правильно, вот по закону и работаете с налоговым органом. Нет требования, соответственно, не реагируйте на нужные запросы. Не знаю, как поступить, поступать по закону, это будет правильно. Да. Спасибо. Елена, у меня вопрос от моего знакомого. Он предприниматель питерский, владеет логистической фирмой, годовой оборот подбирается к миллиарду. Если бухгалтерия сдает отчеты в налоговую правильно и своевременно, на какие-то запросы со стороны налоговой аккуратно отвечает, все в порядке, со стороны контролирующих органов по бумагам все гладко. Это я вот сейчас буквально его цитирую, его просьбу. Есть вот этой фирме чего бояться. Каков риск такой компании попасть в фокус внимания налоговых органов и ожидать внезапной внеплановой выездной налоговой проверки? Ну, мы ранее с вами уже говорили, что внезапности быть никакой не может, потому что проверку планирует налоговый орган и планирует, исходя из нарушений, которые он видит. Если предприниматель считает, что у него нет нарушений, как минимум звонок это что? Это сообщение с требованием представления, пояснение. То есть налоговый орган все равно вам запросы какие-то делает, каким образом вы реагируете. И вы же знаете, что у вас не так, если что-то не так, если все так, а чего вам бояться? В принципе, при любых оборотах вам могут и не назначить проверку никогда. И сейчас как раз-таки все идет к тому, что в выездной проверке сокращается численность сотрудников отдела выездных проверок, а камеральных увеличивается. То есть я так полагаю, что налоговая инспекция будет все проблемы решать в стадии камеральных проверок. Соответственно, по горячим следам. Также анализируются расчетные счета, также анализируется ваша отчетность и все прочее. Сейчас у нас очень часто назначают тематические проверки по НДС, чего раньше не было никогда. Тематические назначались по налогу на доходы физических лиц, по которому не было отчетности. Но это уже давняя история. А сейчас по НДС назначают. То есть, пожалуйста, за год могут вам назначить проверку. Но опять вас предварительно же приглашают на разрывы. И вы идете и что-то поясняете. Если вы все красиво пояснили, желательно предоставить оптимальный пакет документов, чтобы налогового органа не было сомнений. Спасение рук утопающего. Дело рук снова утопающего. Я ему только передам. Я это образно говорю, я просто сейчас шучу. Если он считает, что у него все хорошо, и все документы подобраны должным образом, и все его контрагенты живые, мы же сейчас можем все это проверить по факту. И от налогового органа никаких писем нам не приходят. Соответственно, я полагаю, бояться им нечего. Какие писем приходят, как он говорит, он на них отвечает своевременно. И проблем в этом нет. Просто, знаете, любой бизнес, он как бы... Все под богом ходим, под налоговый в том числе. Ну, я согласна. Здесь, может быть, рассматривать сейчас очень модная тема. Налоговые проверяют дробление бизнеса. Если такого у него тоже не присутствует, то, в принципе, может быть, ему бояться-то вовсе нечего. Если будет увеличение оборотов, опять есть определенные приказы, согласно которых налогоплательщик может перейти в инспекцию по крупнейшим налогоплательщикам. Там, конечно, более пристальное внимание. Ну, насколько я понимаю, там более серьезные проверки, потому что специалисты более грамотные. У нас остается буквально минута. Если у вас есть к нашим зрителям какой-то совет, что-нибудь важное, своевременное, вот на сегодняшний день, буду вам очень признательна. Ну, как бы совет уже на протяжении трех лет у меня один и тот же. Если раньше мы могли на что-то не отвечать, что исходит от налогового органа, сейчас я рекомендую отвечать на любые запросы, письма, сообщения, уведомления, которые приходят в адрес налогоплательщика. То есть не оставлять их без внимания. Это говорит в том числе о добросовестности, к чему сейчас все стремятся. Благодарю вас, Елена. Мы обращаемся с вами. Гостем в студии была Елена Потапова, руководитель консалтинговой фирмы в области финансов, бухгалтерского обслуживания и налогового права. Партнер группы компании «Бизнес Гарант» в Санкт-Петербурге. Благодарю за внимание. Было очень приятно находиться в вашей компании. Надеюсь, еще раз повторюсь, что та информация, которая была дана мною, пригодится определенному кругу налогоплательщиков. Да, я тоже буду на это надеяться. Всего доброго, друзья. С вами был Злотов Сергей. Программа «Советы экспертов».